Здравствуйте, друзья! Может быть, несколько опромечивая предварительно, но начинаю подводить итоги ноября с точки зрения тренд-следящей торговой системы, которую я предлагал вашему вниманию в течение всего этого времени. И начать хотелось бы с довольно позитивных таких процессов, которые происходили в Сбербанке. В данном случае речь идет о котировках именно о торговой системе для Сбербанка. В Сбербанке у нас получилась ситуация, что в ноябре месяце мы одну позицию имели возможность открыть, все остальные в октябре были закрыты. Одна позиция, которая заключалась в том, чтобы открыть короткую позицию по Сбербанку 11 ноября по 348,65 рубля за акцию. И на текущий момент пока еще позиция не закрывается, она остается открытой. И текущая стоимость этой позиции по вчерашнему дню составляла 304 рубля. Ну, по пятничным котировкам точнее. Соответственно, прибыль от этой позиции 44,46 и 15 дней продержали позицию и прибыль более 15% составила от этой операции без использования плечей. К чему это привело? Это привело к росту общей эффективности торговой системы. Это видно и по графику. С правой стороны представлен график как раз результатов торговой системы. И с левой стороны представлена сводная таблица. Выросла вероятность прибыльных сделок. Выросла общая валовая прибыль. Выросла чистая прибыль. Соответственно, чистый торговый капитал. Профит-фактор составил в результате 6,1. Это очень высокий показатель, который был характерен для Газпрома в прошлом месяце. В данном случае речь идет о торговой системе, которая тестирована со 2 января 2020 года по текущий момент. И меняются эти показатели. Значит, сначала перейдем на Газпрома, потом сводный анализ по всем остальным посмотрим. С Газпромом ситуация была несколько иной. Ну и вот по графику, если мы с вами посмотрим, то здесь увидим, что произошло небольшое снижение капитала прибыли. И последняя сделка была закрыта с минусом. И причем этот минус довольно существенный. Такой оказался. Это максимальный убыток от этой операции. В основном он был связан с тем, что Газпром... Ситуация по торговой системе у него была уникальная. Там профит-фактор составлял 6,1. И вот последняя сделка у Газпрома, ну, как бы попали на пилу на такую. То есть, был определенный скачок цен вниз, потом скачок цен вверх. И вот здесь, в таких обстоятельствах, система, когда вот такая повышенная волатильность становится, именно скачкообразная, то система, к сожалению, сливать начинает деньги. И она в данном случае слила. Посмотрим. Сейчас опять открыта была позиция вниз. И посмотрим, к чему это приведет. То есть, у Газпрома было 6,1 до этого профит-фактор. Сейчас можно видеть, что он снизился до 3,8. Довольно быстро он меняется при достижении каких-то показателей, ну, как бы такого резкого снижения. Значит, что важно еще я решил добавить в анализ. Значит, мне хотелось пробовать внедрять в практику, ну, методологию, по крайней мере, элементы теории игр. Я составил такую платежную матрицу, которая строится на следующей ситуации. Вот, допустим, акции здесь Facebook первыми указаны. У них получается, что текущая прибыль торговой системы 109, но максимальное снижение капитала, которое наблюдалось в течение эксплуатации этой торговой системы, а в данном случае, еще раз напомню, по всем акциям анализ проводится с, ну, как бы, фактически это бэктест по результатам со 2 января 2020 года по текущий момент. Но уже можно видеть, что в процессе эксплуатации совмещается такой бэктест с практическими данными за последние периоды, потому что можно сравнить это с предыдущими видео, которые посвящены там различным акциям, в том числе Газпрому, Биткоину, там, Эфиру, там, и Сбербанку, да. И, значит, что здесь мы, если посмотрим, например, Microsoft, здесь просто цифры приведены в одну размерность, чтобы они, ну, в сотнях измерялись, да, потому что тогда мы можем и просадку примерно прикинуть. Скажем, у нас получается ситуация, что лучшая позиция после ноября теперь у нас стала у Сбербанка, он, допустим, текущая прибыль его составляет 179, а максимальная просадка при этом всего 16 за всю историю наблюдения. Еще раз вернемся, откуда берется максимальная просадка. Вот мы по графику с вами смотрим. Вот фактически у нас была вот здесь ситуация, что 78, здесь 62, да, вот это как раз и есть 16 просадка, здесь 85, 75, то есть чуть поменьше, то есть 16 максимальная просадка, 179 это капитал, да, ну, прирост капитала фактически. Вот таким образом для каждой акции считается и получается, что у нас это соотношение 11,2 при профит-факторе 6,095. Да, есть, мы с вами можем здесь обратить внимание, что есть определенная зависимость между профит-фактором и вот этим соотношением, но в то же время, если мы посмотрим на Теслу, у Теслы будет 6,5, профит-фактор 4,6, а у Газпрома, например, соотношение текущей прибыли к максимальной просадке 7, а профит-фактор 3,8, да. Что здесь еще? Вот эта вот графа достаточно тоже интересная, она на что указывает? Что случится с нашим капиталом в том случае, если мы столкнемся с максимальной просадкой, которую наблюдали для той или иной бумаги? Допустим, мы видим, что в Фейсбуке мы тогда сольем 751 единицу от капитала, ну, точнее, торговый капитал уменьшится на 751 единицу. Если это пройдет с Макрософтом и он потеряет 290 единиц, то тогда, соответственно, из 517 мы вычитаем 290 и останется прибыль 227 единиц. Если же это случится с Теслой, например, то тогда у нас всего на 136 уменьшится капитал и останется вместо 883 747, это прирост капитала, да, единиц. Ну и, соответственно, подсчитано это и для Насдака, и для Биткоина, и для Эфира, и для Газпрома, и Сбербанка. С точки зрения теории игр, что получается? Получается, что, к сожалению, здесь, сейчас вот эту вот графику перейдем, к сожалению, в Google Spreadsheets, которыми я пользуюсь для этой методологии, нет такого графика, который бы увязывал вот эти два показателя. То есть, есть графическая форма представления и поиска седловой, так называемой, точки в теории игр. И не хочется вас перегружать этой терминологией, но, в принципе, тогда график строится таким образом, что слева у нас будет вот эта шкала, да, текущей прибыли, справа максимальная просадка. Потом мы соединяем все точки между собой, вот, ну, два этих показателя между собой. И по графику можем четко определить, какая торговая соотношение, каких торговых систем у нас будет эффективным, и в каких пропорциях должно быть соотношение этих торговых систем. Вот здесь мы с вами можем четко видеть, что если мы выбирали бы только из этих торговых систем для совершения операций, то совершенно однозначно нам нужно было бы убрать Facebook. Мы бы могли убрать Microsoft, потому что у Microsoft получается ситуация, что 517 капитал, но он заведомо проигрывает, но 290 прибыль, да, а у Tesla 883 на 136. То есть Tesla явно привлекательней, нежели чем Microsoft. Поэтому Tesla оставляем, Microsoft убираем. То есть теория игры наблюдается такая ситуация, что заведомо, ну, как бы неэффективные методологии, они выбрасываются, остаются только более эффективные. Точнее, ну, и методологии, в данном случае можно сказать, что это исходы, да, в большей степени исходы самих методологий. Поэтому мы с вами можем посмотреть, если торговать все системы, то текущая прибыль от них совокупная была бы 2 тысячи, если все это время мы торговали все системы, то была бы 2613 единиц, но риск был бы минус 1711 единиц, да. То есть если бы, например, вот это снижение на 1711 произошло, то у нас бы от капитала осталось всего 903. Но мы дорожим этим капиталом, приростом этого капитала. Поэтому, допустим, если мы исключим торговлю из этих восьми отобранных систем трех, то есть у нас выпадает Facebook, выпадает Microsoft, выпадает ETH, остальные мы оставляем для того, чтобы обеспечить диверсификацию, потому что у нас, получается, Tesla не то, не сё. NASDAQ, ну, нечто среднее теперь уже между, условно говоря, биткоином и обычными акциями. Ну, криптовалютами и обычными акциями, потому что там Илон Маск очень серьезно увлекся этой. Ну, он увлекся там конкретными биткоинами, ну, точнее, коинами, конкретной ерундой, которую даже сами разработчики там этих док-криптовалют относились к ней как к абсурдной копии биткоина. Но, в принципе, им удалось эту абсурдность сохранить и привести это к тому, что капитализация этой компании, как бы, ну, росла. Капитализация валюты, по крайней мере, про компанию это не сказать. Ну, в общем, Tesla такой пограничном каком-то теперь состоянии находится между миром крипто и миром реальной действительности. Эфириум у нас выпадает, биткоин остается, Газпром остается, Сбербанк остается. Причем, Газпром и Сбербанк, они на лучших позициях находятся. То есть, с точки зрения данной торговой системы, Газпром и Сбербанк пока что лучшие бумаги, потому что они ходят по трендам. У них нет такого тремора, условно говоря, да, нет пилы. Они вот как бы встали в тренд в одно направление, встали в тренд, потом повернулись в другое направление, встали в тренд. И пока у них вот уникальные такие достаточно показатели по критериям соотношения текущей прибыли и максимальной просадки и по профит-фактору. У Tesla это тоже выдающиеся цифры, но они в большей степени связаны, что у Tesla был такой самый золотой для нее период в течение этих двух лет. И акции росли как на дрожжах, вот как в космос. Вот он запускал этот свой кабриолет точно так же и акции росли. Но нелепости в этом движении присутствовало достаточно много. Итак, вот то, о чем я вам хотел сказать, так вот методологию, то, что касается теории игр, буду стараться на этом еще сделать нормальную таблицу, найти графическое решение и вам на это указать. Потому что сама по себе теория классная. Но она перегружена, как и многие другие теории, там иконофизики я потом коснусь, она перегружена математическим аппаратом. И из-за этого за деревьями не видно истины. Хотя на самом деле парни, которые ее придумали, там они тоже придумали на основе математического мощного аппарата. Но потом последовательные, которые были у нее, там тот же Шиллинг, например, они довольно описательно относились к теории игр и использовали Шиллинг, в частности, использовал ее в военном деле, для анализа конфронтации между Советским Союзом и Соединенными Штатами на тот момент. И достаточно четко разрабатывал разные, практически, приложения этой теории игр. В частности, у него там есть расчет стратегии неожиданной атаки, что приводит к какой стратегии надо придерживаться, с какой вероятностью надо производить неожиданную атаку в зависимости от исходов. Мы потихоньку будем к этому переходить. Мы будем к этому переходить, ну, как бы так, в большей степени в таком бытовом плане, потому что мне кажется, что для того, чтобы работать на рынках, вам придется заморачиваться. Но главное, чтобы вам не пришлось заморачиваться больше, чем в этом есть необходимость. Поэтому и в той же иконофизике, вот они там ускорение, например, рассчитывают, когда, то есть, есть скорость тренда роста, есть еще ускорение этой скорости. И они тогда рассчитывают это через вторую производную. Но на самом деле, для большинства людей, которые оперируют на рынке, понятие второй производной – это что-то, ну, такое чрезмерно избыточное и, ну, как бы, ну, какой-то перебор, как бы, условно говоря. И поэтому можно обходиться без этого. И впоследствии мы постараемся это сделать. Вот пока такие результаты. То есть, «Газпром», «Сбербанк» подтвердили, что они были самыми интересными инструментами, самыми трендовыми оставались бумагами. И в этом отношении, ну, отчасти нам, россиянам, повезло. И нам получается, что нет никакого смысла заглядываться на Facebook и Microsoft, потому что там трендовый характер бумаг абсолютно теряется. Вот в конце давайте, ну, не будем уже на это отвлекаться. Впоследствии к этому буду еще возвращаться и возвращаться. Спасибо всем огромное. Всем хорошего дня. Удачи. До свидания.